Привет! Вот такая у нас красота. Все деревья снегом покрыты. Вот так вот, а как в сказке выглядят. Специально сейчас включила камеру, чтобы просто показать. Снег хрустит под ногами. Мороз очень красивый. Вот такая вот сказка. Весь город белый, красивый. Вот такая вот красота. Ванка-Риджо очень красивая природа. Сами можете увидеть это вот в городе. Вот такой вот вид. Чуть отъезжаешь за город, еще красивее виды, потому что горы не закрывают ничто. Очень красивые деревья. Такое все какое-то сказочное, замысловатое. Вот такая вот красота. Воздух в городе чистый. Предприятий таких, которые загрязняют, нет. Сам город находится на побережье. И, в общем-то, всегда абсолютно чистый воздух. Туманы часто. Очень хорошая вода. Вода в некоторых местах, она идет из скважин. Но городская вода, она идет из ледника. Там берется лед ледниковый, и потом он каким-то образом обрабатывается и поступает уже в нашу систему, в краны. Можно пить из крана. В магазине продается вода, но я разницы большой не вижу. Вот так вот у нас замело. Машины ходят, чистят. Ночью и рано утром. Когда очень много снега выпадает, машины не успевают почистить все. И такая вот налезь образуется на дорогах. Потому что скользко. Часто бывает гололед в городе. Эта зима, как мне сказали, она немножко необычная. Обычно здесь больше дождей, больше тепла. Погода на Аляске разная. Сама Аляска разная. Есть места более северные. И там прям полярная. Такая погода полярная. Полярная ночь, полярный день. Анкоридж имеет четыре времени года. Они... Ну, мы сами с Волгограда. И поэтому я так посмотрела. Значит, какая разница. Более мягкое лето, чем в Волгограде. А более мягкая зима, чем в Волгограде. Хотя и Аляска. Короче лето. Где-то на месяц. И чуть длиннее, понятное дело, зима. Такие времена, как весна и осень, они очень быстро. А от одного сезона к другому просто как переходные периоды. Но они есть. Основные как бы это вот зима и четко выраженное лето. Летом тепло. Жары нет. Но не везде. Мы когда приехали, мы приехали в Дельту. Ну, сначала Фербанкс. Что сказать про Фербанкс. Мы там были совсем недолго. Там очень холодно зимой. Там прям морозы такие под 40. Но так как они сухие, то вполне, в общем-то, терпимо. И люди зимой гуляют с детьми. Даже в такие морозы на улице гуляют. Вода в Фербанксе плохая. Мне когда сказали, что вода плохая, у меня было свое собственное представление о плохой воде. Потому что в разных местах в России жили и встречали разную воду. Но когда я сама увидела, я поняла, насколько она плохая. А когда зашла в туалет и увидела, что кто-то не смыл, я нажала на кнопочку, решила смыть. А вода осталась того же цвета. То есть она вот такая. Она абсолютно желтая. И мне было удивительно, как люди вообще там стирают, купаются. Потому что пить и готовить они покупают воду. А в Дельте вода очень хорошая. В Дельте вода родниковая. И из скважин тоже идет очень хорошая вода. У каждого дома своя скважина. И очень много родников. И хорошая вода. Рядом город Васила. Там очень большая русская комьюнити. Там тоже вода хорошая. Ну вот мне больше всего понравилась вода в Дельте и Банкридж. Я уже сказала, что в Фейербанксе холодно. И лето жаркое. В Дельте тоже мы застали момент, когда лето было жаркое. Прямо жарко было. А зиму мы там не застали. Но там зима снежная. И она бывает морозная. Но она мягче, чем в Фейербанке. Васила, она, в общем-то, недалеко находится от Анкориджа. И не думаю, что разница большая. Потому что мы ездили вот недавно туда. И не заметили большой разницы. Тоже находится на побережье. Поэтому погода похожа на ту, которая в Анкоридже. Столицей Аляски является Джуна. На Джуна на машине не доехать. Только кораблем можно и самолетом. Джуна, она уже прям рядом с Канадой. И там еще мягче. И зима, и лето. Она прям довольно теплая такая. Но негласно столицей называют Анкоридж. Потому что сюда приезжают большая часть туристов. И все основные дорожные пути они ведут именно в Анкоридж. Поэтому, в общем-то, сами люди называют столицей Анкоридж. Хотя официально является Джуна. В Анкориджи период темных дней как раз выпадает на рождественские праздники. Это самое темное время. Но за счет того, что как бы все украшено, везде праздничное настроение, везде такая рождественская музыка, то вот она разбавляет вот это вот как бы состояние такой вот депрессии у некоторых людей, которая может быть возникает на севере. В общем, это помогает как-то вот справиться. И потом как-то быстро-быстро и вот такие вот солнечные деньки стоят почти каждый день. Так вот за редким исключением бывают иногда такие серенькие. А так вот очень много солнца. Очень красивое небо всегда. Утром оно какое-то розовое там. А днем вот такое синее. К вечеру вообще может быть разными цветами. Северное сияние пока что мы не видели. Но в городе увидеть его не так легко. Хотя чуть подальше от центра, если отъехать, то выкладывали ребята автографии. И в общем-то неплохое такое северное сияние. Если хорошее северное сияние, посмотреть прям красиво. Это надо ехать в Фербанк, когда морозы. И тогда очень очень хорошее северное сияние можно увидеть. автобусы школьные уже развозят детей. Я подошла к своим апартментам. И в общем-то всем пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует...